Радио Болтком Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем еще раз доброе утро Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи Ученый, журналист, пишущий о науке Морской геолог Константин Рангс Доброе утро Доброе утро Я напомню нашим слушателям, что можно Звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Можно писать нам На ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Пишите, высказывайте свое мнение Ну и, как обычно Мы, наверное, начнем с погоды Что скрывается за этими Бурями, которые Пронеслись вот и вчера Какой-то был сумасшедший ветер Испортившаяся погода, и сегодня снег Что такое? Мы уже ждали весну И как-то надеялись, что все обойдется Ну нет, происходит то, что, собственно говоря Было предсказано, что Будут сменять циклоны Один за другой Вот циклоны и пошли Сейчас вообще над Европой Очень интересная ситуация Над южной частью Это южная часть Франции Кусочек Италии, можно сказать Испания Вообще весь Пиренейский полуостров Он закрыт так называемым Азорским антициклоном И вот там уже больше, чем за 40 с лишним дней Не выпало ни капли дождя Вообще это время в этих краях Должно быть самым дождеобильным И это заполняет многочисленные водохранилища В которые должна храниться вода для весны Но сейчас получается все совсем другое Вот, допустим, на границе с Португалией Водохранилища, которые созданы высотными пролотинами Они полностью высохли практически Там открылись экскурсии в затопленные поселки Ну, когда в долинах когда-то Там были поселки с барами И сейчас там ходят люди Потому что вывозили оттуда людей довольно быстро И там остались, например, во дворе трактира Остались ящики с пустыми бутылками Вот они уже там 30 с лишним лет Если даже 40 Вот стоят И ничего не сгнило Вода не располагающая Очень богатая карбонатами Вот, все нормально стоит Вот сейчас только покрылось грязью, да А так лампочки даже висят в домах Все ничего Люди ходят, экскурсии Потому что водохранилища нет Оно высохло То есть вся вода кончилась Дождей нет Вот это, как говорится, проблема И проблема, о которой там говорят Очень много Потому что это серьезнейший вопрос о том Как вообще, что делать с урожаем 2022 года Будет ли он вообще Что делать? Надо же помогать крестьянам Надо будет помогать населению Энергия, опять же Там же еще электростанции работали В общем, собственно говоря Это юг Юго-запад Европы Но, как мы помним Антициклон, он же вращается По часовой стрелке И таким образом В северной своей части Он создает такой Как бы подталкивающий эффект Течение, которое помогает Двигаться циклоном Которые, в свою очередь Вращаются против часовой стрелки И вот тут эти самые циклоны Как мы вот знаем То, что вчера дуло у нас Это игрушки Вот то, что было в Польше И в северной Германии Где прекратилось Железнодорожное сообщение Там самое интересное Там деревья падали на рельсы Которые стояли В нескольких десятках метров От полосы То есть так их ломало Что потом еще ветер И бросал на рельсы Ничего себе Они просто упали А прилетели и упали И проблемы с железнодорожным сообщением Разрушены Детей не отправляли в школу А еще что в Польше Как мы знаем Весь интернет забит Кадрами Типа торнадо В Кракове Когда упал строительный кран Ну и собственно говоря Ведь были массовые разрушения Вот этих легких построек Так скажем На американский манер Которые Ну панельно-счетовые дома Те домики В которых Элли Да? Из Канзаса улетел Да Домик Элли Из Канзаса Ну во всяком случае Крыши Посносило Очень здорово И то, что Нам вообще повезло Циклон уже стал заполняться И он прошел Севернее нас Вот Но тут Навстречу идут следующие То есть у нас сейчас что? У нас Вот было данное В Энспилсе Было сильнейшее падение Атмосферного давления До 720 мм В ртутного столба Надо сказать, что Норма у нас На уровне моря 760 мм В ртутного столба 40 мм Это очень много И надо сказать, что Метеочувствительные люди Жаловались о том, что Как-то чувствуют себя Не очень хорошо Сейчас давление Выправляется Но вслед за этим Идет новый циклон Который сейчас Начал двигаться Со стороны Британских островов То есть Собственно говоря У нас впереди Ждет Примерно на неделю Такая же Лихоманка То есть У нас возможно Повышение температуры Где-нибудь Даже до плюс Пяти градусов Стабильно Ночью может быть Падение температуры Будет идти Мокрый снег В общем будет твориться Вот такая вот каша К этому нужно быть готов Ветер и буря Ожидается еще Такого же уровня Ожидается Что вообще будет ветрен Но точно сказать Какая будет буря Может быть опять По традиции И к следующим выходным У нас же какой-то Недельный цикл Уже так с осени Началось Но тем не менее Вот такая вот Выглядит сейчас картина Когда вот эти циклоны Извините меня Пихаются друг друга Как будто они же Рвутся к кассе То очень трудно сказать В какой момент Какой победит И как вихрь закрутится Ведь мы опять же Обратим внимание Что когда циклон К нам приходит Ветер дует С южных направлений То есть циклон приходит Приносит оттепель Теплый ветер Но когда циклон уходит Он тянет воздух С севера И приносит Похолодание И вот эти вот Столкновения Ветвей Фронтоклюзии Так называемые Тут еще Возможно Всякие тоже Интересные Осадки Так что Надо сказать Что впереди И нас опять И не только На неделю Но судя по всему И до начала марта Вот будет продолжаться Такая вот Чертовщина Тут пришел вопрос Слушатель Интересуется Потепление Это возвращение Климата В норму С вопросительным Знаком Ну надо сказать Что есть Норма Вот как говорится Что оно Это знаете С точки зрения Человеческой жизни Норма это то Что было Ну при его жизни Ну возьмем так Человека Где-нибудь там За 50 лет Норма его жизни Это его жизнь 50 лет Плюс жизнь Его родителей Что ему расскажут Ну считайте 75 Ну 80 Да Если с бабушками Дедушками Ну где-то 100 лет Да Вот это как бы Представление о норме Для человечества Представление о норме Это в общем-то То что с тех пор Как появились Письменные записи Хоть какие-то Да Вот Но это несколько Тысяч лет С точки зрения Допустим Так называемой Четвертичной геологии То есть это Период Последний период Да После окончания Оледенения Это где-то 12 тысяч лет Да Вот это норма Вот можно сказать Что нормой Считают то Что было В среднем За определенный Промежуток времени То есть У каждого Кусочка Времени У 20 века У Допустим Последних 200 лет Или у последних 12 тысяч лет В общем-то Будет немного Разная норма Вот об этом Идет Ну здесь вот Сейчас прислал Да Тут просто прислал Уточнение Значит этот Слушатель Ну не знаю Вот пишет он так Зимы не было В 19 и 18 веках И это факт Дворцы без печей Ну я вот помню Ну не я помню Но То что Наполеоновская армия В общем-то Достаточно мерзла В В В 812 году Ну нет Ну как Дворцы без печей Очень часто Что вы Если-то вы не видите Печь в дворце Да Вот Хотя я хочу Могу сказать Что и в Эрмитаже И в Петергофе И в Екатерингофе Есть шикарные печи Причем самое интересное Что вы можете Не понять Что это печь Потому что Естественно Дрова В бальный зал Не носили Топили В подвалах Там были Специальные установки Между прочим Делались Такие Как воздуховоды И Зачастую Прогрев Происходил За счет Пола Или стен Разные есть Например Могу сказать Что В Финляндии Город Хельсинки Строил Такой архитектор Энгель Вообще Он был сомним С Германией Его отправил Строить Хельсинки Александр I Он хотел Чтобы был построен Такой город В классицизме Очень похожий На Петербург Но чтобы он Подходил К суровому Финскому Климату Это прописано Так И стоит Вспомнить Какие были Такие Так по Какие были Погоды В то самое Время Так вот Энгель Этот писал Что самым Сложным Оказалось Ему Разрабатывать Систему Печей Не только Для главных Зданий А в том числе И для присутственных Зданий Которые Окружают Как известно Сенатскую площадь Опять же Напомню Что Тот же самый В девятнадцатом веке На санях Можно было Доехать Из Турку В Стокгольм На санях Потому что Такой был лед Такие были морозы Опять же Еще можно сказать Что очень часто Люди говорят О том Что не было Вот Зимы Потому что Вспоминают Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина Зимы ждала Ждала Природа Снег Выпал Только В январе На третье В ночь Ну Это был Юлианский Календарь Следовательно По нашему Времени Накидывайте Тогда 11 дней Средина Января Вот и тогда Было Тепло Такой разговор Но дело же Все в том Что Пушкин Вообще Там начинается Слов В тот год Он отмечает Словом Тот год Что это был Уникальный год Когда зимы Не было Вот Она Отложилась Поэтому Это Что называется Рэпер Для Вообще Надо сказать Что весь Пушкинский Допустим Тот же Евгений Онегин Это Произведение Которое Мы сегодня Не понимаем Вот просто Мы не понимаем Мы не понимаем Что такое Выпить вино Кометы Да Да Что такое Вино Кометы А это было Очень дорогое Шикарное Шампанское 1812 года Когда появилась В небе Комета Поэтому Она называлась Вино Кометы Или Например Там Меж Сыром Лимбрукским Живым И ананасом Золотым Если с ананасом Все понятно То что такое Живой сыр И вот так Вот можно Разбирать По пунктам Что такое Стреляться Через плато Почему Все Современники Охали и говорили Боже ж ты мой Что ж Этот самый И сочувствовали Евгению Онегину Который Вынужден был Застрелить Ленского Из-за кого Из-за этого Секунданта Мерзавца Который Сделал все Чтобы дуэль Состоялась Хотя Евгений Онегин Сделал все Чтобы дуэль Не состоялась Он опоздал Почти на час И привез Секундантом Своего слугу Вообще По идее Этот Секундант Ленского Должен был Вызвать на дуэль Онегина За такое Оскорбление Но ему Хотелось Хайпа Знаете Хайп уже И тогда был И вот это Как раз И Пушкин Написывал Так что И с погодой Все понятно Но с другой стороны Вспоминайте Что по старым Русским Приметам Средней полосы Которой тоже Псковской области Например Уже в начале Августа Считалось Что купаться нельзя Потому что холодно Но это отдельная тема Конечно Просто я уверяю В 18-19 веках Было Очень И очень Холодно Только во второй Поле 19 века Зимы Все-таки Стали отпускать Надеемся Ответили Нашему Слушателю Хотя он тут Начал писать Что на картинах Пальмы В Сибири На картинах 18 века Ну Я так как-то Не припоминаю Особенно А пусть пришлет Это же не сложно На каких картинах Так что Я думаю Что можно теперь Уже переходить К вопросу Второму Да Что творится Сейчас на сырьевых Рынках К чему ведет Это дорожание Топлива И не только Я понимаю Топлива И чем это нам Грозит Ну надо сказать Что конечно Мы все видим Сейчас Какие цены На бензин На соляр У нас На пропан Бутан Опять же На заправках И в принципе Мы понимаем Что как говорится Ездить на машинах Становится все Скажем Дороже и дороже А это же одно за другой Тянет все остальное Доставка Перевозка продуктов Это то же самое Как вот мы говорили Про подорожание Электроэнергии Так вот Дорожание топлива Жидкого И газообразного Это тоже Очень большая проблема Сейчас уже говорят Я напомню Что сейчас Говорят Что нефтемарки Брент И WTI Это основные Реперные Марки Нефти Превысили 90 Долларов За баррель Сейчас уже говорят Что впереди 100 долларов За баррель Конечно Тут есть факторы Много факторов Разумеется Проще всему Говорить Что это Из-за Геополитической Напряженности Но ведь По сути дела Нефть Далеко Не просто Так Отыгрывает Например Совсем Недавно То есть Два дня Назад 16 числа Уолл Стрит Джону Опубликовала Материал О том Что политика Байдена В отношении Снижения Цен На нефть Потерпела В общем-то Оказалась Не очень Удачной Поскольку Американцы Пытались Уговорить Саудовскую Аравию Это крупнейший Мировой Скажем Производитель Нефти Начать Увеличивать Поставки Нефти На мировой Рынок Чтобы Снизить Цены На нефть И таким Образом Дать Стимул Экономике Но Мировой Экономики Кстати В первую очередь Экономики Соединенных Штатов Но Он же О своих Печется Но Саудиты И об этом Уолл Стрит Джону Как раз На заголовке Писала Что Они Собственно Говоря Не пошли На его Уговоры И согласились И точнее Они будут Сохранять Те Соглашения Которые У них были С Россией И другими Странами Так называемого ОПЕК Плюс По определенному Лимиту Поставок Нефти На мировой Рынок Поскольку На данный Момент Тем же Саудитам Выгодны Нынешние Цены И есть Второй Вариант Почему Цены На топливо Сейчас На бензин На нефть Растут Дело Все в том Что на фоне Последних Двух лет Ажиотажа Вокруг Зеленой Энергетики Который В известной Мере Превратился В истерику Такую Восторг Восторг Души Вот Пошла Пошла информация О резком сокращении Инвестиций В развитии Новых Месторождений Но беда То вся в том Что Те месторождения Где как говорится Палку Ткни И нефть Сама фонтана Бьет Они кончились Нефть Есть Но она Заглягает Либо глубоко Либо Где-то далеко Либо Там Либо холодно Там Где жарко Там Хорошо Она Тогда Менее Вязкая Легче Добывать Но там Где холодно Это плохо Потом В море На больших Глубинах А там Где глубины Маленькие Там Прошу прощения Льдины Плавают То есть Собственно Говоря Нет Вот этого Изобилия Без Увеличения Поставок На рынок Без дополнительных Инвестиций У нас Тут Звонок Между тем Здравствуйте Доброе утро Доброе А вот я Хотел Попросить Вас Осветить Такой вопрос Вот нас Призывают Экономки Электроэнергию Там Постоянно Такие Какие-то Фигни Там Давайте Час Отключим Свет И будем Экономить А майнинг Он последние Вот года Увеличился В десятки Там раз То есть Электроэнергия Сжигается Просто так Ради непонятно Чего Какого-то Биткоина Вот как вообще Вот это И никакие Тумберки Об этом Говорят Все молчат Я хотел бы Если бы Вы могли бы Поподробнее Спасибо Ну Вы знаете Вопрос Такой Что Не Молчат Не молчат Экологи Уже Говорят О том Что Майнинговые Фермы Они же Производят Ведь это все Электричество В конечном счете По законам Физики Превращается В тепло В конечном итоге То есть То есть Процесс Работы Любого Нашего Прибора Электрического Электронного Прибора Это превращение Электрической Энергии В тепловую То есть Можно себе Представить Что во первых Эти Биткоиновые Фермы А там не только Биткоин Там же Их много Разных Этих Криптовалют Это как бы Собирательное Название Так вот Эти криптовалютные Фермы Они Потребляют Энергию Уже как Средних Размеров Европейская Страна И количество Энергии Все увеличивается Для того Чтобы получать Эту электроэнергию Конечно Это Звучит Красиво Мы используем Только ветровую Энергию Или там Энергию Солнца Но на самом деле Используется В том числе Энергия Угольных Станций То есть За этими Биткоиновыми Этими Фермами Тянется Довольно-таки Мощный Углеродный След Это тоже Стоит Отметить Ну и Третий Момент О том Что По сути Дело Специалисты Которые Занимаются Именно Финансами Они обращают Внимание На то Что По сути Дело Как раз Вот это Криптовалюты Это даже Не деньги Потому что Они не могут Выполнять Несколько Функций Денег И кстати Надо Заметить Что Если Вы Помните Недавно Недели Три Назад Говорили Что В России Центробанк Хочет Запретить Майнить Валюту Да А дело Все Очень Простое Потому что В конституции Сказано Вообще Говорится О том Что Главной Валютой Страны Является Рубль Ну Точно Так же Этот Доллар Является Валютой США В общем Пока Нету Четкой Связи О том Что Как Связать Криптовалюту Которая По сути Дело Является Результатом Вычислений С Валютой Которую Имитирует Центральный Банк Центральный Банк Имитируя Валюту В принципе Ответственный Центральный Банк Он Основывается На целом Ряде Критериев Та же Система Которая Генерирует Криптовалюты Она что Привязана К центральным Банкам Нет И в общем Собственно Говоря Ведь надо Вспомнить Что Когда Криптовалюты Появлялись То это Как раз И воспринималось Это коммунисты Придумали С целью Угробить Буржуазную Банковскую Систему Вот Как-то Сейчас Это Подзабыли Сейчас Это Даже Стало Так Респектабельно Буржуазно Но Начиналась Это Все Вся Эта Идея Как Революционная Идея С целью Уйти Из-под Контроля Буржуазного Государства И Буржуазной Этой Самой Буржуазной Финансовой Системы Так что И вот Тогда Невозможность Контролировать Собственно говоря Свои собственные Деньги Независящие От того Что там Скажут В Министерствах Финансов Этих Буржуазных Стран Это тогда Воспринималось Очень как раз На ура Вот определенным Слоем Общественности Революционным Но это Кстати Надо сказать Типичный Случай Что Вот эти Революционные Идеи Они С течением Времени Становятся Вполне Буржуазными На моих Глазах Так произошло С течением Хипки Например Стоит Посмотреть Олег Специалист В области Музыки Современной Что Вы помните Как в свое время Эти Эти же самые Ребята Потлатые Которые Отрицали Современное Им общество Потихоньку Становились Миллионерами Заводили Вкладывали Деньги В акции В различные Предприятия И сейчас Уже На склоне Лет Это Богатые И Весьма Такие Солидные Столпы Буржуазного Община Ну и был Прекрасный Пример Был Прекрасный Пример Когда Вудсток По-моему Через 20 Лет Пытались Сделать Аналогичный Фестиваль И вот Кто-то из Журналистов Сказал Что если На первом Фестивале Там Собирались Люди Которые Шли пешком Через всю Страну Там Или автостопом Добирались Вот Ну Просто Люди Бедно одетые Которые Даже не брали С собой Еду Денег То на этот Фестиваль Они же Приезжали На роскошных Машинах Одетые С иголочки И это Было Таким Респектабельным Мероприятием Билет стоил Огромных денег А тогда На вудсток Плюнули И впускали Всех Даже уже Бесплатно За 20 лет Очень многое Изменилось За 20 лет Эти Бывшие Юноши Девушки Молодые Люди Малость Подстарели Некоторым Было Побольше А со временем У них И появился И цистит И камни В почках И повышенное Давление Гипертония Диабет И естественно Что Я видел такую фотографию Что как там Поставлена Площадочка На площадочке Кресла Стоят Вот они Сидят Придаются Плачут Придаются Воспоминаниям Как молодым И были Но у них Уже не то Здоровье Чтобы Торчать В грязи На боли В вудстоке И Как говорится Предаваться Радостям Буйной Юношеской Молодежной Любви Ну надо сказать Что говоря Вот мы говорили Начали с нефти Да А ведь Дорожает Не только нефть На фоне Как бы вот этих Грядущих ожиданий Зеленого Маршрута Дорожает И очень сильно Подорожал Ключевой Металл Для производства Современных Батарей Это литий Он подорожал Больше чем Два с половиной Раза Последние Меньше чем год Цены растут Сейчас вроде бы Остановился Но опять таки Это все Восстановилось Просто потому что Возникают более Такие Как говорится Серьезные Дорожает Медь Дорожает Очень сильно Подорожал Алюминий Алюминий Медь Эти металлы Крайне нужны Допустим Для того Чтобы делать Провода Ну что вот Знаете Хоть убейся Но мы живем На планете Вообще Вселенной В которой Самая высокая Электропроводность При нормальной Температуре Имеет серебро Но серебро Вообще мало Значит Дальше Идет Медь И понимаете Как бы опять же Получается Какая интересная вещь Медь сконцентрирована Далеко не везде Вот нельзя сказать Что куда ни копни А там медь Например Сейчас Медной Державой Является Чили И устройте Большую Забастовку Такую Национальную В Чили Вот как хорошо Медь подскачет Не дай бог Что-нибудь там Случится Опять же Возьмем Афганистан Афганистане Долго Там еще Помню 12 лет назад Думали Че ж там Китайцы Так старательно Делают Потом объявили Об этом тоже Писала американская Пресса На том что Как раз Афганистан То он Сокровищница Там кроме Изумрудов Значит Месчесть Алмазов Пламенных В пещерах Каменных Так там еще И Меди Гигантское Месторождение Совсем недалеко От Кабула И кстати Очень быстро Это месторождение По каким-то там Странным схемам Оказалось в руках У китайской Компании А потом там Обнаружился Литий И заголовки Американской Прессы были Афганистан Это Саудовская Аравия Лития Сколько Шли 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 Там Замечательно Причем Открыли И то И другое Еще Советские Геологи Которые Помогали Афганистан Когда Советы Ушли Это Вот Вспоминается С армии То понимающий Тренд Развития Афганские Геологи Этими Картами Обклеились Здания И сверху Положили Обои Вот это Очень интересная Вещь Когда Уже Как говорится Пришли Американцы Установилась Новая Власть А те Кто знал Эти Обои Отодрал Вот И эти Карты Посмотрели Это Интересный Такой Факт И они Короче говоря Но дело Все в том Что это Откуда Еще и Китайцы Знали В общем Многие Вещи Которые Кажутся Что это Просто Разговор О политике О каких-то Там Культурных Традициях Религиозных Традициях Когда Начинаешь Скрести Сверху Вдруг Выясняется Что там Вопрос О деньгах Которые Принято Называть Очень Большими Деньгами Такие Супер Биг Мон И вот Тут-то Как раз Возникает И вопрос Зачем Например Там Стоять В этом Сам Афганистане И почему Там сидели Так Упорно Скажем Устраивались Тихонько Китайцы Как известно Они же ничего Не ломают Они не советуют Вам Как вам Управлять Страной Они просто Покупают Вашу Экономику Вот Судя Будем Пересмотреть И заметьте У Китая Сталибан Все Вроде бы Нормально Еще Не быть Нормально У них Там Медь А медь Это Всему У нас В нашем Электрическом Деле Голова Даже Не алюминий Потому что Как мы знаем Алюминиевые Провода Это Как бы Ой-ой-ой Ну А вот Надо Надо всем На медь Переходить И целый Ряд Других Вот Таких Вот Элементов Которые Нужны Для Зеленой Энергетики Они Все В общем-то Находятся На подъеме Тем более Что сейчас Сейчас Как раз Такой момент Запутанности Возникает И опять-таки Скажу Тут дело Не только Как говорится Это нам кажется Вот здесь В Европе Что все Сконцентрировалось Вокруг конфликта Украины С Россией Но На Дальнем Востоке Куда Более Что Беспокоиться По поводу Конфликта Китай Тайвань Очень сильные Проблемы Напряженность В Южно-Китайском Море Очень сильная Напряженность В Южно-Китайском Море Очень плохие Ситуации Экономические Показала Япония Вот И там Тоже Переживают По этому Поводу И в общем Как Там Капни У них Своих Проблем Много Своих Проблем Человек У них Над ними Возник Страх Смерти От голода И жажды Это как бы Дело Такое Ну Не такое Важное Это что Мы же Мы же На самом деле Такие Кошмарные Эгоисты Потому что Это касается Нас Потому что Мы живем В Европе А то что Происходит Там далеко Это Как бы Нас не волнует Но нужно Понимать Что остальной Мир Это Семь Миллиардов Против одного Вот США Европа Ну возьмите Плюс еще Японию Ну и Самая богатая Часть общества В других странах Это миллиард Вот как его называют Золотой миллиард Ну вот Один Из 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 Восьми Миллиардов А семь Вот посчитайте Один И семь А вот Семи Остальным Откровенно говоря И вот Мне пришлось Это мнение Однажды Услышать В лицо Он говорит Нас Ваши Проблемы Не волнуют И если вы Друг друга Поубиваете То мы Только Будем рад Потому что Наконец-то Это Раковая Опухоль Под названием Европейская Цивилизация Исчезнет Которая Грабила Весь мир Ради Своего Собственного Богатства И это нужно Понимать Что вот Такое Движение Есть Тот же Самый Black Lives Matter В США Он не на пустом Месте Возник И вот Это Отношение Той же Самой Латинской Америки Той же Самой Африки Юго-Восточной Азии Они Все Как бы Претендуют Тоже быть Определенными Центрами Индия Которая Просто Ну Конгломерат Народов И раз Да Вот Но там Тоже Возрождается Как говорится Свои собственные Взгляды Свои собственные Ценности И все Они ведут Какую-то Свою Политику И вот Это ощущение Того Что Мир Далеко Не представляется Такой Вот Благостную Картинку Как она Выглядит По туристическим Справочникам Оно И вызывает Вот это Вот Напряжение Судя по всему Потому что Нет позиций Которые бы Сейчас Вот так Вот Как говорится Благостно Ну Разливались И становилось Понятно Что вот сюда Давайте Вкладываться Здесь мы будем Развиваться И все будет Хорошо Так что Нужно сказать Что ситуация Достаточно Сложная Вот И нам Нужно Так скажем Быть готовыми К тому Что пояса Придется нам Затянуть Вот такое Мое личное Мнение Ой Спасибо большое Константин Рангс Программа Климат-контроль Сегодня вот Говорили О погоде И говорили О том Что происходит На сырьевых рынках И пришли К таким Неутешительным Выводам Спасибо большое Константин До следующей Пятницы До свидания На одной волне